Здравствуйте, я врач-кардиолог Акаманюк Наталья, и сегодня мы поговорим об основных принципах лечения острого инфаркта миокарда. Основной целью лечения острого инфаркта миокарда является снятие боли и восстановление кровотока по коронарным артериям, что приводит к лучшему прогнозу и помогает предупредить осложнение после перенесенного острого инфаркта миокарда. Для достижения максимально положительного результата следует помнить, что лечение нужно начать с первых минут заболевания. Терпение в данном случае это самый грозный враг, потому что каждая минута у нас на счету. Такой пациент нуждается в экстренной медицинской помощи, в госпитализации, в отделении интенсивной терапии с помощью бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время помощь больному можно оказать еще на догоспитальном этапе путем проведения тромболизиса. Это современный метод лечения, который позволяет растворить тромб в коронарном русле в течение 90 минут после начала острого инфаркта миокарда. В настоящее время в отделении кардиологии возможно проведение малотравматичных вмешательств, таких как ангиография, ангиопластика и стентирование коронарных артерий, что позволяет восстановить кровоток в поврежденной артерии, уменьшить зону повреждения миокарда, предупредить осложнение острого инфаркта миокарда и тем самым уменьшить инвалидизацию больного. Следует помнить, что даже после выписки из стационара потребуется постоянный прием препаратов, которые будут назначены вашим лечащим кардиологом. Для предупреждения повторного острого инфаркта миокарда необходима коррекция всех факторов риска. Придерживайтесь рекомендаций вашего лечащего врача, занимайтесь самостоятельной профилактикой своих факторов риска и оставайтесь здоровыми. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok